В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконном лишении человека свободы. Спецоперацию по освобождению музыканта-рэпера из реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков» накануне провели бойцы СОБРа. По информации оперативников, мужчину удерживали насильно. Подробности в сюжете Романа Марьяненко. Я нахожусь в замкнутом зарешоченном со всех сторон помещении. Это комната со спальными местами. Зовутся Шканари. Брат, я не могу писать тебе о некоторых вещах. Пойми ты, единственное, с которым я удалось связаться. Это письмо от молодого человека по имени Роман. Его в полицию передали друзья. Как выяснилось, в фонд «Город без наркотиков» Роман попал не по своей воле. Это следует из его писем. То есть он умудрился именно отсюда из заточения переправить на волю письмо, в котором указал о том, что удерживается насильно, к нему применяется определенное физическое воздействие. Друзья Романа в недоумении. Он музыкант и любитель эзотерики. Говорят, в фонд его забрали лечить от зависимости, которой не было. Освобождали 26-летнего рэпера при поддержке бойцов СОБРа. Полиции похудевший экс-реабилитант рассказал, что лечение в центре не заметил. Зато было плохое питание и много рассказов, какие наркотики существуют и как их готовить. У меня не было проблем никаких. У меня просто обычная усталость. Там мало спал максимум. Нервы, может быть, там концерты, что-то еще. Основатель фонда Евгений Ройзман в ответ устроил перепалку с полицией. Полицаи попытались рассказать доверчивым людям трогательную историю про известного уральского музыканта. Абсолютное большинство СМИ перепечатало эту хрень с официального сайта ГУ МВД, известного своей лживостью. Каждый раз, когда встает вопрос о правовой оценке действий сотрудников этих реабилитационных центров фонда, оказывается, что именно исполнители будут нести за эти действия ответственность вплоть до уголовной. А те, кто отдает, по сути, незаконный приказ, остаются в стороне. Этот парадокс, когда фактически руководители фонда в пиаре себя таковыми признают, но при совершении процессуальных действий свое лидерство категорически отрицают. Тем временем, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания музыканта. По версии следствия, указанный молодой человек незаконно удерживался в реабилитационном центре. По предварительным данным, не установленные лица с целью удержания гражданина в реабилитационном центре оказывали на него психологическое воздействие. Силовые методы и своеобразное лечение наркоманов сегодня расследуются и в Березовском. За незаконное лишение свободы по целым девяти эпизодам судит активиста фонда «Город без наркотиков» Игоря Шабалина. Он руководил так называемым отделением фонда. На деле это обычный двухэтажный дом. В нем, как полагает следствие, насильно удерживались наркозависимые девушки. Одна из них скончалась от менингита. Вместо того, чтобы отвезти в больницу, ее держали за решеткой. Роман Марьяненко, информационная программа «День», Екатеринбург. Восьмиклассник стал виновником жуткой аварии на трассе в Тюменской области. Два человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы. По предварительной версии, «Лада», за рулем которой находился 15-летний парень, на большой скорости начала обгонять попутную «семерку» и столкнулась со встречным авто. От удара «Ладу» разорвало на две части. Юный водитель без прав погиб на месте. Погибла и 19-летняя пассажирка автомобиля, которая ехала на заднем сидении. Как сообщили в областной ГИБДД, через неделю девушка должна была выйти замуж. Хозяин «Лады» отправлен в больницу. Медики установили, что он был пьян и лишен прав. Водитель и пассажир встречного авто выжили, но тоже отправлены в больницу.